Абраскин заявил, что за бунтами в украинских колониях стоят воры в законе. Причиной участившихся бунтов и чрезвычайное происшествие в колониях и других исправительных учреждениях является деятельность сторонников воровских традиций, которые создают преступные организации, чтобы противодействовать государству. Об этом первый замглавы нацполиции Вячеслав Абраскин написал в Фейсбук. Сегодня, к сожалению, в каждой области страны есть положенцы, которые по согласованию с ворами в законе в местах лишения свободы выбирают так называемых смотрящих, деятельность которых, прежде всего, направлена на ослабление режима содержания. По принципу поддерживаешь воровское движение, живешь комфортно, получаешь грелопривилегии, написал Абраскин в Фейсбук. По его словам, главной целью деятельности так называемых воров в законе является личное обогащение и наполнение разного рода общаков, которые являются финансовой основой для дальнейшей преступной деятельности и распространения воровской идеологии. На сегодня подконтрольное ворам только одно учреждение перечисляет в воровской общак до 500 тысяч ГРН ежемесячно. Кстати, в настоящее время в Украине функционирует 138 учреждений исполнения наказаний, отметил Абраскин. Читайте также, полиция разыскивает двух девочек, поочередно пропавших в одном районе Одессы. Он также отметил, что за часть этих денег созданы и действуют различные подконтрольные ворам общественной организации, отдельные псевдоактивисты, нанимаются адвокаты, а также коррумпируются сотрудники правоохранительных органов и судей. В последнее время воры активно используют разного рода журналистов, правозащитные группы, цель одна – ослабление режима содержания в исправительных учреждениях, дискредитация руководителей разного уровня правоохранительных органов, занимающих принципиальную позицию, добавил он.